Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Клятко и Анатолий Петрук. И сегодня мы расскажем вам о прогестероновом тесте P4Rapid, который предназначен для определения уровня прогестерона в молоке. Имея эту тест-систему, вы можете определить оптимальные сроки для плодотворного осеменения у коровы. Параллельно вы можете определить наличие персистентного желтого тела, кисты желтого тела, поликулярной кисты, а также состояние анестроса. Также с помощью этого теста вы можете определить стельность у коровы, начиная уже с 21-25 дня. Также с помощью этой системы вы можете прогнозировать раннюю эмбриональную смертность, то есть недостаточность желтого тела беременности. И соответственно коррегировать, применять терапию, поддерживающую терапию для сохранения стельности. Также с помощью этой тест-системы вы можете оптимизировать и улучшить свои результаты по схемам синхронизации, таким как оффсинг, прессинг, оффсинг плюс прессинг и так далее. Таким образом вы можете избавиться от непродуктивных осеменений или осеменений слепую. Много интересного материала, много теоретического материала по этому прогестероновому тесту. Поэтому мы решили снять несколько роликов, скорее всего это будет три ролика, чтобы полностью рассказать и показать всю информацию по этой тест-системе. И наш первый ролик будет посвящен как раз описанию самой тест-системы, технике работы с этой тест-системой. На примере определения стельности у коровы, а также определения оптимального периода для осеменения. Есть два варианта определения стельности с помощью прогестеронового теста. Первый вариант, он более громоздкий и более дорогой. И суть его заключается в следующем. Начиная уже с 19 дня после срока осеменения. То есть от дня осемнения мы отсчитываем 19 дней и начинаем на протяжении 5 последующих дней исследовать молоко на уровень прогестерона. Если в этот период мы отмечаем высокий уровень прогестерона, значит корова стельная. Если же в этот период мы отмечаем низкий уровень прогестерона, значит корова не стельная. При низком уровне прогестерона, если корова приходит в охоту, то ее можно осеменять. Второй вариант более реалистичен, это вы берете просто корову уже после 21 дня от дня осеменения и исследуете молоко на наличие прогестерона. Если уровень прогестерона высокий, значит, скорее всего, корова стельная. Если уровень прогестерона низкий, значит, корова не стельная. Техника использования теста. Первый шаг. Отбор пробы молока. Три первые струйки сдаиваем в кружку, тогда проводим отбор пробы. Отобранную пробу сразу и следует. Не замораживайте молоко перед проведением теста. Также не используйте консерванты в молоке. Второй шаг. Перемешиваем молоко, чтобы отделить жир. Третий шаг. Отбираем пипеткой, которая входит в комплект нужное количество молока. Четвертый шаг. Переносим молоко в пробирку из набора. Высота молока не должна превышать 7 мм, иначе не проявятся линии. Контрольная и тестовая. И тест будет недействительным. Пятый шаг. Вскрываем пакет и извлекаем тестовую полоску. Далее опускаете полоску в пробирку с молоком до уровня, указанного стрелками. Красная область должна оставаться сухой. Не сгибайте тест-полоску. Не отрывайте красную наклейку. Не используйте грязную или влажную полоску, которая находилась вне упаковки некоторое время. Шестой и заключительный шаг. Ждем 5 минут или более. Для удобства считывания результатов вы можете дать высохнуть тесту и положить его на белую бумагу. Вы можете хранить тест-полоски с результатами на протяжении года. Если вы не ветеринар, вы можете сохранить их, чтобы показать вашему ветеринару. Это может пригодиться, если есть гинекологические заболевания. Расшифровка результатов. Верхняя линия контрольная. И она должна проявляться в любом случае. Если ее нет, тест недействительный. Нижняя линия тестовая. И показывает уровень прогестерона в молоке. Если тестовая линия темнее или такая же, как и контрольная, это говорит нам о низком уровне прогестерона. И это означает, что корова не стельная, а в состоянии охоты. И ее можно осеменять. Если контрольная линия темнее, это означает, что уровень прогестерона высокий. Такая корова может быть стельной. В любом случае ее нельзя осеменять. Чтобы убедиться, что корова стельная, можете повторить тест на второй день. Стельные коровы тоже проявляют симптомы течки и охоты. Если проявилась одна контрольная линия, а корова проявляет признаки охоты, то это ложная охота. Вы можете повторить тест через неделю. Друзья, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, делитесь своим опытом. Возможно, кто-нибудь уже использовал такую прогестероновую тест-систему. Интересно будет услышать ваше мнение. Также не пропустите наши следующие ролики, в которых мы будем дальше рассказывать о этой тест-системе и тех сферах, где ее можно применять. Берегите своих животных. До свидания.